Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в жару, и в холод сопровождают наших спортсменов Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отличную работу волонтеров Волонтеры – люди, которые безвозмездно работают, чтобы достойно встретить гостей И организовать перемещение спортсменов от А до Я Всего работает 1900 волонтеров Есть так называемые серебряные волонтеры Которые и в жару, и поздно ночью работают наравне с молодежью Возраст их от 50 лет Надо заметить, волонтеров набирали не только из Якутии, но на играх работает И из других регионов России Аркомитет после напряженного дня каждый вечер отмечает лучших Самые ответственные и тех, которых отметила команда-участник Получают благодарственные письма от Министерства молодежи Волонтерская программа организовывает и досуг спортсменов Каждый вечер в Олимпийской деревне проходят вечера дружбы Была организована пенная вечеринка и фестиваль красок холи Баскетболисты из Дальневосточного федерального округа остались довольны А есть те, кто отвечает и за организацию туризма Сегодня часть сборной Казахстана отправилась в царство вечной мерзлоты Охладиться после 30-ти градусной жары и посидеть на ледяном троне успели и спортсмены из Белоруссии А другие гости игр прогулялись по Старому городу В рамках культурной программы восьмых игр Дети Азии Сегодня в Старом городе стартовал фестиваль «Город мастеров» С 1 по 3 июля своей продукцией представят около 50 мастеров из разных уголков республики Также будут проведены различные мастер-классы для всех желающих С 1 по 3 июля Субтитры создавал DimaTorzok 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 Волги В России очень сильная традиция оперного пения и в Якутске я узнал, что тоже здесь очень хорошие сопрано, очень хорошие голоса, поэтому будет сложно А что вы исполнили сегодня? Я сегодня исполнил Арию Ленского из оперы Евгения Онегинь Куда, куда, куда вы удалились весны мои, золотые дни Для меня это очень тяжело на русском языке, но я стараюсь, я стараюсь, очень люблю русскую музыку Потом я исполнил Арию Тамино из оперы Моцарта «Вольшебная флейта» на немецком языке, но тоже красиво Прекрасно! Насколько мне известно, туда может пройти каждый послушать, кто любит оперу Конечно, вы знаете, можно послушать и можно выступать даже Я думаю, что любой человек должен выступать, потому что оперное пение не только зависит от дипломов и от вузов Надо просто смело зайти петь и понять, что это уникальный шанс Здесь у вас будет концертмейстер, будет роял, будет сцена, будут люди, будет жюри, которые хотят только ваш успех А если у вас получится, это еще и возможность выступать с оркестром Так что все должны выступать Прекрасно! У вас такая прекрасная энергетика И прям такая... Держите всю аудиторию Здесь прям захватили всю, весь наш студийный павильон Я представляю, как вы работаете в концертном зале Как вы чувствуете зрителя? На самом деле, мне всегда надо сдержаться Потому что все режиссеры говорят, что я слишком много сделаю Но у меня всегда есть желание давать зрителям уникальный спектакль, уникальный день Где они будут вспомнить, что это было не как у всех Поэтому голос для начала – это очарование Но личная беседа, извините, с человеком и со всеми – это еще высший уровень удовольствия для человека на сцене и для публики Надо всегда понять, что есть собеседование от начала до самого конца спектакля Вы правильно делаете, потому что ваши выступления запоминаются И не такое классическое повествование Классическое повествование идет, да? Вы всегда яркий И вы не рисковали там танцевать или что-то вот такое прям Я начинающий артист Но вы понимаете, театр – это для того, чтобы жизнь была как сказка А мы хотим, чтобы люди хотели жить как в сказке То есть театр вдохновляется реальной жизнью А люди, которые живут свою жизнь, должны вдохновляться тем, что происходит в театре Я хочу, чтобы люди просто послушали настоящую музыку, сказку, трагическую историю или комедию И потом, чтобы они просто хотели жить красиво Жизнь очень короткая Надо жить не драматично, но театрально, я считаю И быть главным актером Да, да, не скучать, никогда не скучать Жизнь, она так интересная, что не надо скучать А как вы настраиваете себя на позитив? Или вы окружаете себя и во всем видите только хорошее? Все вокруг красиво, все вокруг вдохновляет человека Красивый дом, красивый человек, интересная ситуация, интересная беседа Все в жизни вокруг – это божественное влияние для человека И природа, и тоже город, и музыка, и любой человек Посмотрите просто на ребенка Ребенок интересуется Всем С утра до вечера Он видит просто столик, он видит стакан Он хочет потрогать, попробовать Для него это новый опыт А подумайте еще Это Тот самый суть театра Мы поем еще и еще в классе Те же ари, которые мы знаем уже лет 20 Мы каждый раз, мы найдем что-то новое А жизнь тоже должна быть такое Что каждый день найдем что-то новое Прекрасно Франсуа, ну такой жизнелюбивый человек Мне кажется, что вы слушаете вообще музыку разных, других жанров Я слушаю, но я сейчас не успею вообще Я ее знаю Я очень люблю советскую эстраду, французский шансон Я очень люблю современные вокалисты Современных вокалистов Но Сейчас я просто В мире опельного пения Опельного искусства Я надеюсь, что в ближайшие 20 лет Так и будет Я хочу специализироваться Я хочу, чтобы это был весь мой мир И чтобы люди, когда они пришли в театр Чтобы они увидели человек Для которого театр весь его мир Для вас голос это главный инструмент Как вы его бережете, как ухаживаете Это очень-очень сложная история Особенно для тенора Но нельзя жаловаться, нельзя говорить об этом На самом деле вокалист он всегда в форме Он всегда поет И у него всегда все хорошо Потому что людям это надо Зрители, они придут, чтобы забыть О проблемах О просто мельких Мельких штучках неприятных в жизни Они пришли к вам Чтобы радоваться Поэтому Если что-то не так Если голос не так Это не важно Надо просто петь Надо просто дарить искусство Ну и поскольку у вас просто нереальная Колоссальная энергетика Вы можете пожелать нашим телезрителям Дорогие друзья Дорогие жители Якутии Я просто вас очень люблю Я надеюсь мы с вами увидимся как-нибудь Я буду вам спеть что хотите И желаю вам здоровья Желаю вам счастья Прекрасного лета И никогда не будьте в плохом настроении Все будет хорошо Прекрасно Но якутский народ Гостеприимный народ Вы это ощутите Вы наверное сегодня уже ощутили Как вас встречали И мы хотим от нашей компании Подарить вот этот Национальный прибор Посуду для очищения Помещения Чтобы вы всегда на виду И чтобы ничего плохого В вашей жизни не было Большое вам спасибо Дорогие телезрители А мы продолжаем наш вечерний эфир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И с хорошим настроением продолжаем наш вечерний эфир В рамках восьмых спортивных игр Дети Азии Но в Якутске проходят различные культурные мероприятия Сегодня четвертый день Якутского международного кинофестиваля Который дает возможность тем, кто интересуется кино Получить мастер-класс о выдающихся деятелей культуры и кинематографии Сегодня у меня в гостях президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Иосифович Олешковский Алексей Иосифович, мы очень рады видеть вас сегодня Спасибо, я тоже Вы прямо пришли с мастер-класса Буквально сейчас пяти часов Беседовали с теми, кто интересуется кино Что интересует население Тех, кто работает в сфере кино Какие вопросы задавали? Ну, вопросы задавали в основном профессиональные Хотя были и такие общекинематографические Почему у нас кино так, почему у нас кино эдак И какой уровень вообще Вот, в общем, мы обсудили достаточно много И актуальные Вы президент гильдии кинодраматургов Кто из якутских сценаристов состоит в гильдии? Я не помню сейчас полный список, кто состоит в гильдии Но важнее всего то, что якутский кинематограф Сегодня является флагманом практически киноиндустрии Потому что больше, по-моему, нигде из регионов Нет такого феномена, как мы называем И для нас якутское кино – это, в общем-то, модель По которому должен развиваться кинематограф регионов Вы были на открытии Глава как раз выступал Глава Республики Исуэд Николаев И сказал, что 200 с лишним фильмов Отснято за один год И это куда больше, чем Во всем других регионах России Да, действительно феноменально И какие фильмы вы бы отметили Из якутского кинематографа Что смотрели, наблюдаете ли вы за новинками? Ну, мне больше всего запомнился, наверное, фильм Не храните меня без Ивана К которому мы вручили гран-при Шукшинского фестиваля Где я был членом жюри в прошлом году И мне очень понравился фильм И вообще, конечно, хочется знакомиться С якутским кинематографом дальше и дальше И больше Если брать сценарий Вы работаете над сценариями Берете литературу Превращаете это в кино, скажем так Смотрите картинку изначально Где вы берете идеи, как подпитываетесь? Поскольку я посмотрела, прочитала Вашу фильмографию И там есть и криминал, и мелодрамы Совершенно разные жанры Ну, то, что вышло на экраны В общем-то, я работал преимущественно по заказу Хотя, например, история Дома Фарфора Она в некотором роде имеет По мотивам, скажем так, реальных событий Потому что Меня всегда интересовала история Такого известного предателя Генерала Калугина Который послужил прототипом Одного из героев истории А друг моего отца Работал в советские времена Директором Дома Фарфора Поэтому его история В какой-то степени Меня и вдохновила Хотя, конечно, это абсолютно вымышленная история Но там удалось рассказать Многое из того, что Меня действительно волнует и сегодня Но зрителям очень понравился Этот мини-сериал В Кинопоиске стоит прям С хорошим рейтингом Вы наблюдаете, отслеживаете Как живут дальше Ваши проекты? Ну, не то чтобы особенно Тут важнее, что впереди Прекрасно На чем сейчас работаете? Мы сейчас больше работаем На самом деле Над образовательными проектами Потому что мы запустили Онлайн-курс для сценаристов Из регионов И поэтому В этом смысле у меня Несколько проектов сразу В работе И мы запустили Сегодня как раз Открытую киношколу Настоящее время Мы ее назвали Потому что Мы ищем истории Которые про сегодняшний день Про простых людей И про то, что может Мотивировать сегодня Потому что Очень во многом Наш кинематограф К сожалению От реальной жизни Ну, далек абсолютно И как раз Феномен якутского кино В том, что здесь Во-первых На протяжении 30 лет Пока мы теряли В кино какие-то смыслы Наоборот Здесь обращались к ним Обращались к своим корням Обращались к тому Чем живут люди Действительно сегодня И самое интересное Для меня Что здесь люди Смотрят авторское кино Вот У нас авторское кино В общем-то Такой сегмент Для высоколобых интеллектуалов Потому что Оно рассказывает О чем-то таком Очень и очень далеком От народа Ну, мы издревле Очень любим Любим размышлять Да Смотреть вглубь И опираться Нашей традиции О корне Очень тесно В связке находимся С предками нашими Да Со старшим поколением Поэтому, наверное И вот так и рождается Да И Вы сказали То, что Рассказали Очень хорошую новость Да Запускаете образовательный Вот этот блог И Я очень рада Поскольку Сама тоже Курирую анимацию И по анимации Не хватает сценариста Поскольку это тоже Как бы отдельное направление Будут ли Ну Будете ли взращивать Еще и сценаристов В анимационных фильмах Ну Мы не специалисты по анимации Это все-таки Немножко Отдельная история Хотя База, что ли Рассказы Основы Рассказы Истории Они в принципе Одни Вот И надеюсь Мы когда-нибудь Доберемся И до анимации Вот Но пока Мы как раз Сконцентрированы На малобюджетном Короткометражном Кино Которое В регионах Могут снимать В общем Даже любители И как раз История того Как развивалось Якутское кино Она Она очень Мотивирует Потому что Действительно Эту модель Хочется распространять И на другие регионы Профессионалы Люди В своей сфере Все равно Когда видят Хороший продукт Они все равно Хотят начинить Чем-то своим Когда вы видите Якутский кинематограф Что бы вы хотели Еще добавить Вы знаете Хотелось бы Добавить Только с точки зрения Скажем так Его Расширение его роли В федеральном прокате Потому что Сейчас Якутский кинематограф Он для самих себя А было бы интересно Чтобы он Покорил всю Россию Тут Тут как раз Есть И вопросы Сценарные Потому что Это Где-то разница Менталитета Где-то разница Культур И привычки Смотрения Вот Но на самом деле Так как Многие фильмы Выходят в российский прокат И Многие могут выйти Как раз Здесь Мне кажется Есть перспектива И здесь Может быть Есть то поле На котором Мы можем помочь Давайте Приоткроем Завесу Какие истории Были бы Интересны России В смысле Большим другим городам Другой аудитории Ну тут На самом деле Вопрос сложный Потому что Я бы не взялся Говорить За всех Но Есть Интересные Истории Например Владимир Иванов Которого Вы наверное Знаете Предложил Очень интересную Идею Александр Невский В Срединном мире Она вроде бы Выглядит Абсолютно Странно И вроде бы Диковато Потому что Где Александр Невский И где Якутия Но как раз Вот Задача Такой Создания Разработки Такой истории Она кажется Очень интересной Потому что Если Так сказать Политический Контекст Здесь понятен Потому что Александр Невский Объединитель Славянских И тюркских Народов И в общем Эта история 13 века Очень серьезно Откликается И сегодня Здесь Параллели Очень Интересны И очень Явны Но Прекрасно Понятно Что в такой Истории Предположим Одним из главных Героев Должен был Быть Якутия Это как раз Кажется Очень интересной Задачей Которая требует Просто специального Развития Потому что Мы предлагаем Проведение Проектных Сессий Которые С участием Историков Этнографов Социологов Религиоведов И так далее Позволяли бы Понять Как совместить Разные Культуры Разные ценности Разные сюжетные Ходы Разных героев В рамках Одной истории Вот это Очень интересная Задача Социокультурного Проектирования Если угодно Это то Что увлекает И то Из чего История Может получиться Гарантировать тут Ничего нельзя Разумеется Потому что В кино Гарантии Не существует Но существует Гарантия Профессионального Подхода Профессиональной Разработки Историй Вот И здесь Мы Надеялись Попробовать С этим Поработать Тем более Что В течение Пребывания Здесь Мы вышли Еще на одну Очень интересную Новогоднюю Скажем так Историю В которой Я вижу Потенциал Просто Такого Блокбастера Самого Настоящего Приключенческого Семейного Там и так далее Вот И как раз Это та работа Которая нам Очень и очень Интересна Интересно Алексей Васильевич Спасибо большое За то Что пришли к нам Поделились идеями Мыслями Дорогие телезрители Если кто Хочет Работать в кино Писать сценарии Обращайтесь Есть люди Которые готовы Обучать Это действительно Ниша не занята И Для развития Это прекрасно И Хочем Чтобы Якутия Была действительно Местом Вдохновения Чтобы Появились Вот эти Вот связи Крепкие И возможно Возможно Да И ждем От вас Классный Ценарий Который бы Адаптировался И здесь И там И в других Регионах Да И возможно Найдется В Якутии Какой-то смельчак А их у нас Очень много От творческой среды Который Как раз таки Будет Вот такой союз Для создания Хорошего Кино Спасибо большое Спасибо вам Мы очень гостеприимный народ Мы хотим Вручить вам Подарок От нашей компании Хампор Это Сосуд Для окуривания Помещения Чтобы Не было Злых Духов Нечисти Чтобы То что вас Окружало Было Чистым Добрым И хорошим Спасибо Дорогие телезрители Мы продолжаем Наш вечерний эфир Дорогие телезрители Дорогие телезрители В гостиной Вечернего эфира Будет сегодня Много гостей Интересных Ярких Профессионалов В своем деле Для мотивации Спортсменов Созданы все условия А лично Их мотивируют Олимпийские чемпионы Чемпионы мира Одним словом Именитые спортсмены И я рада Представить Моего Следующего гостя У меня сегодня В гостях Заслуженный мастер спорта Чемпион мира Европы России Трехкратный победитель Третьих юношеских Олимпийских игр Победитель Дети Азии 2016 года Даниил Марков Даниил и я Очень рада Видеть вас В нашей студии Добрый вечер Вы сегодня Я сегодня Видела фотографии В окружении Юных спортсменов Как прошла встреча И здорово То что такие Именитые спортсмены Приезжают Встречаются Вдохновляют Мотивируют На самом деле Все прошло Достаточно легко Уже не первый Мастер-класс Получается проводить Относительно регулярно Такого плана Мероприятия Было достаточно Много детей Около 50 человек Достаточно Неплохо Все было Организовано Провели Автограф Сессию Рубрику Вопрос-ответ Постарались Все-таки Ребята Стесняются Не часто Спортсмены Приезжают Из-за своих Плотных Графиков Поэтому Это не рутинная История Поэтому Конечно Есть Доля Скованности Показал Какие-то Сам В воду Заходил Показал Какие-то Стартовые Элементы Элементы Поворота Такие Что сам Использую Ребятам Любого возраста Будет полезно Ну Вроде Всем все понравилось Здорово Но мне вот сейчас Редактор Передает То что Приходили Не только Участники Игр Дети Азии Но были Все и желающие Те кто хочет Серьезно заниматься Этим спортом Ну вроде Когда То есть Это ребята Которые числятся В школе Открытые встречи Да Мне кажется Даже участников Наверное не было Потому что у ребят Сегодня были соревнования Насколько я знаю Последний день Вряд ли Они нашли На это время Думаю Скорее Это Было непосредственно Для жителей Вот Якутска И Ребят Которые из спортшколы Пришли Это еще лучше Я думаю да Поскольку да Это мотивация Вы заходили в воду Вспомнили Те самые времена 2016 год Когда Приехали сюда Принять Ну Были в качестве Участника Игр Дети Азии Ну в принципе Я как действующий спортсмен До сих пор не забываю Вот Больше Знаете За 8 лет прошло И больше Больше окунулся В то беззаботное юношество Скажем так Нежели О каких-то воспоминаниях Да Ну связанных С моим турниром Помню Если честно Немного То есть Единственное что запомнилось Это очень высокого уровня бассейн То есть Был тогда под впечатлением И Знакомство с ребятами Из других стран То есть для меня Вот Именно Такие ценные воспоминания Это непосредственно Инфраструктура Которая Казалось бы Может быть Немного Несвойственна Типу местности И вот Общение с иностранцами Это всегда Всегда радует С кем поддерживаете связь До сих пор Да До сих пор То есть Уже 8 лет прошло Денис Петрашов Представитель Кыргызстана Он еще тогда В 16 лет В Рио полетел А мы еще были Юные очень Вот Буду его поддерживать Он отобрался в Париж Ну регулярно Общаемся Я когда в Кыргызию На сборы приезжаю Видимся Он приезжает Ко мне в гости Здорово Видите как Да Детей Азии Дают не только Возможность Идти в мир Большого спорта Но и обретает Новых друзей Это одна из В принципе Основополагаю Спорт Это не только Спортивные результаты Достижения Это взаимодействие Между людьми Как Декубертен Еще заверял Нас всех Что Идеология спорта Не только в достижении Спортивных результатов Но и в коммуникации Между людьми Мир, дружба И все прочее Это сейчас очень важно К сожалению Это забывается Ну сегодня мы тоже Рассказывали Как каждый вечер В Олимпийской деревне Проходят вечера дружбы Ребята погружаются В национальную культуру Знакомятся с культурой Якутии Проходят и дискотеки Ваши Ваши дни Когда вы участвовали Тогда Какие мероприятия Особенно вам запомнились Честно мне кажется Я больше посетил в этот раз Чем в 2016 Как-то Ну это здорово Потому что Игры развиваются Больше Культурные программы Общеобразовательные Да То есть в мое время Например Не было таких встреч Ну если я могу Себя уже называть Состоявшимся спортсменом Да Тогда еще не было Союза выпускников То есть Просто не было Таких встреч Игры развиваются Уже приглашают спортсменов Которые да Прошли какой-то Достаточно большой путь Кто сейчас В процессе Прохождения Да Как я То есть Есть какие-то Как даже не знаю Как назвать Общеразвивающие направления То есть Я так понял Ребята общаются С психологами Это важно С представителями Допинг контроля То есть Общеобразовательная Программа развивается В мое время Это не было Я очень рад Что это есть У нынешнего поколения Вот А лично я посетил Вот Музей вечной мерзлоты В 16-м году Мне не Не было такой возможности Да И был под огромным впечатлением Когда Казалось бы Ходим по земле Буквально чуть-чуть вниз А там уже лед И Это прям Очень Очень необычно Интересно А что же Еще успели увидеть Попробовали Местную кухню Ну Тем что нас кормят Скорее всего Это рестораны И да Все-таки Местного этноса Немножко недостаточно И Настолько плотный график То есть Сегодня Буквально Утро Завтрак Это была лекция Полторачасовая Для ребят Причем Кстати Из разных стран Тоже очень здорово И большой интерес Кстати Вот Сегодня представители Гимнастики Девочки из Казахстана Ну Прям Вопросов было много Под впечатлением До сих пор Мастер-класс Вот Встреча с вами Поэтому Награждение График достаточно плотный Расслабляться некогда И рано утром улетаете Да Рано утром прилетел Рано утром улетел То есть Два дня Весьма насыщенных Но Мне очень все понравилось А что вы порекомендуете Родителям Вот Сейчас Спрашивают телезрители Как подготовить Своего ребенка Ребенок очень хочет Но Прям Таких Выдающихся Талантов Сил нет Или Что нужно узреть Увидеть В ребенке Чтобы он действительно Реализовался Ну давайте Начнем с первостепенного Ребенка Нужно любить Изначально Это основа всего Любовь это поддержка Любовь это вера И так далее Меня просто поддерживали Любили Наверное Как у многих Достаточно Спортсменов У меня не с самого раннего детства Все получалось И вообще Скажем так Антропометрически В раннем детстве Я вообще на пловца был не похож Был такой тучный Полный И мне пророчили Борцовскую судьбу Да вы что Да То есть базовый мой вид спорта Это борьба вольная Причем кстати Были неплохие успехи Ну на детском уровне Но параллельно Как вот Тоже у большинства пловцов Для ровной спины Мама отдала в бассейн И Как-то любовь с водой Сразу произошла Какие интересные факты Ну вот Со стороны видишь Вроде как Мы же все плаваем И нам очень нравится плавить А вот именно соревнования Это совершенно другое Что важно Дыхание Какая-то особая техника Либо есть какая-то Вот отрицательная сторона Этого вида спорта Поскольку вчера У меня гостили Как раз таки Спортсменки По художественной гимнастике Из Казахстана И я вот Держала в руках булавы Они оказались очень тяжелые А девочки совсем юные и маленькие Вот эти тяжесть Они да Я думал Они вам рассказали Как желатин тяжело С волос смывают Это издержки их профессии А в плавании Издержки их профессии Ну это Как бы такие Достаточно интимные вещи Ну вот То что Всем известный факт Пловцы бреются На своих соревнованиях То есть волосяной покров Кожный покров Снимается Но я вам скажу Что это не очень приятно Особенно Когда ты проводишь Эти манипуляции бритвой По сухой коже Ну как бы Приятного мало Ну это издержки профессии На самом деле Ну плавание такое Будем называть его Один из самых тяжелых видов спорта Потому что даже Энерго затрат Дело не в этом Лыжники, бегуны, боксеры, борцы Они на земле А мы-то вообще в другой сфере деятельности То есть мы в воде Это другая форма вообще существования Биологических организмов Поэтому Мастерство, навыки, тренировки Интересно Столько интересных фактов мы узнали Это всего лишь Это факт Я это не придумал А вот про бритье Это вот уже издержка профессии А про воду Ну просто задуматься по-другому Посмотреть по другим углам Даниил А ваше есть какая-то особая техника Которую вы постоянно используете И она вас ведет к победе Есть какой-то секрет Который вы Есть базовые основы Скажем так Естественно Правильной техники Это же Быстрое плавание Это гидродинамичное плавание Это гидродинамика Биомеханика Чтобы минимальное сопротивление С водой было И в воде Дальше уже Какие-то Специфик антропометрии То есть Ну у кого Какие особенности Строения Руки, ноги Да У меня например Особенность я не достаю Попробуйте Косните плеча А я не могу Да вы что? Я со всей силы напрягаюсь И не могу Серьезно? Моя особенность такая И тем не менее Вы выигрываете Я не говорю, что это плохо Просто я к тому веду Что каждый человек уникален И вот у меня такая фишка Она мне скорее всего Никак не помогает Поднимите руку А поднять можете? Да, конечно Интересно Столько интересных фактов Открытий Спасибо большое За откровение За такие интересные факты Было безумно интересно Для себя открыло Очень многого И я тоже хочу подарить вам Сосуд Который очищает помещение Я хочу Вы всегда на виду И я хочу Чтобы всегда Вокруг вас Оберегала Вот эта чистая аура Спасибо Да Дорогие телезрители Мы продолжаем Наш эфир Вы можете стать Частью триумфа Победителей Восьмых спортивных игр Дети Азии Каждый день Семи до девяти вечера На Комсомольской площади Честуют спортсменов Победителей Им вручают Медали И талисманы На этой церемонии Побывала Моя коллега Нергуяна Егорова Наши талисманы Игр Это модун Что в переводе Сила и мощь И талисман Волонтеров Саина Лето Что в переводе Саин Мода на талисманы Зверей Пошла с 1972 года С Мюнхенской олимпиады Такса по имени Вальди Стала первым Официальным талисманом Кстати в том году Наш прославленный борец Роман Дмитриев Стал олимпийским чемпионом Детские игры Также не отстают В 2008 году С третьих игр Дети Азии Всенародно Выбрали талисманом Игр Мамонтенка Вот например В 2012 году Все чемпионы И призеры Увезли с собой Такую замечательную Игрушку И мы надеемся Что Мамонтенок Им напоминает О первых победах О первых стартах А также Это память О Якутии Где 10 тысяч лет тому назад Весь на этой земле Обитали самые настоящие Мамонты С тех пор на играх Проводимых на территории Республики Мамонт Неотъемлемая часть Игр Дети Азии Талисманов Мадуна и Саину Установили во многих Локациях города Производством Маскотов Занялась студия Just Taya Production Первым талисманом Игр был Мальчик Берген Вся атрибутика Игр Разложена на витринах В музее Здесь можно увидеть Медали Начиная с 96-го года Обновленный зал Первым посетил Главный судья Мэрия Кшалов Он же Выпускник игр 2004-го года Ему тогда не удалось Выйти на педестал Почета А ведь Очень хотелось Получить Медаль Секутским бриллиантом А когда проиграешь Уже Делаешь анализы И оттуда Выявляешь Свои недостатки Где-то Недоработал Вот это И тоже И проигрывать надо Вот Я проиграл Ну Дальше готовился И через вот Месяца три Я стал чемпионом Азии Во Вьетнаме Центральным элементом Медали восьмых игр Является Сергея Который занимает Особое место В якутской культуре Дополняет Центральную часть Медали Выполненный в рельефе Логотип игр На оборотной стороне Расположен Логотип Международного комитета Дети Азии Каждый вечер В этой студии Новых звезд Игр Дети Азии Чествуем и мы Сегодня у меня В гостях Представители Сборной Республики Кыргызстан По спортивной Женской борьбе И у меня сегодня В гостях Аруке Нурбекова Одинай Баизкулова И тренер Нуралы Дулатович Абдрахманов Добрый вечер А также переводить У нас будет Дарколь Прекрасная Дарколь Тоже из Кыргызстана Добрый вечер С победой вас Вижу прям Золотые медали Как прошли схватки Как прошел Решающий бой Прекрасная Дарколь Прекрасная Дарколь Да А кто был соперником Гимболдо Белоруссия Белоруссия А вот соперников Вы знаете Вы изучаете Тренер Наверное смотрит Наблюдает Всех спортсменов Когда успеем Наблюдаем Когда нет Нет А вот Всегда было интересно Все-таки Женская борьба Это немного сложно Как работаете Тренер Вы все-таки Какие-то скидки Делаете девочкам Это они Тренируются Как и Мальчики Требования жесткие Да Вы строгий тренер Нет Я не строгий Добрый Добрый тренер Да Как поддерживает тренер Не ругает нас Когда вы получили Золотые медали Вот по секрету Расскажите Он Поздравил вас Очень хорошо Да Поздравил Потому что Некоторые тренеры Говорят Мы особо Не поздравляем Чтобы спортсмены Не расслаблялись Чтобы потом Шли к другим медалям Я поздравил Поцеловал Поцеловал Как мило Да Вы наверное Довольны результатами Своих подопечных Да А как готовились Вот было у вас Тоже волнение Да Всю ночь не спал Переживали Переживал Хотел Много информации Взять Как Жербевка За день Начало Пыл И я Там На ютубе Начали искать И тогда Быстро Меняете Технику Да Да Никак Верху Не нашел Не нашли И пришлось Выходить Вслепую Получается Да Важен Наверное Настрой Да Что может Помешать Выиграть Этот Перед С соревнованием Это Им сказал Что Здесь Вам нет равных Вы лучшие Если Есть Сильные Но Как Равные Есть Но Лучше Вас Никого Нет Здесь Это Наверное Самые Лучшие Слова Да Когда говорят Что Ты Самый Лучший И Твоя Победа Должна Быть Твоей Да А вы Чувствовали Поддержку Публики Да Мы Почувствовали Здесь Много Кыргызов Они Пришли И Поддержали Нас О И Те Которые Живут В республике Да Это Прекрасно Значит Вы Чувствовали Практически Будто Как будто Дома Это Для нас Была Мотивация Здорово Поддержка Я Благодарю То Что Вы Пришли К нам В студию И А вообще Диета У вас Есть Вам Ну как Сладкое Нельзя Или Можно Перед соревнованием Да Они Они Не Кужают Сладкие Козировку Не Пьют Чтоб Руки Не Откали От Сладкого Отекают Да Сегодня Я говорю Вам Можно Поэтому Я хочу Подарить Вам Шоколады Вкусные От нашей Компании Чтобы Подсластить Вашу Победу Дорогие Телезрители Прямо Сейчас Дневники Игр Смотрите Нас Каждый Вечер В 8 45 С Вами Была Анна Кириллина И я Сейчас Передаю Слово Моим Коллегам